Спасибо большое за пение! Приветствую вас, дорогие сёстры и братья! Я думаю, что этот псалом как раз вёл нас в состоянии духовных размышлений, когда мы будем продолжать изучать Священное Писание. И общее название, как вы помните, у нас звучит так – «Возлюби». А дальше уже идёт распределение. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего как самого себя. А сегодня мы будем размышлять с вами над темой, которая будет говорить нам – «Возлюби Церковь Господа Иисуса Христа». Скажите, пожалуйста, легко ли это или нет? Любить Церковь, любить пастора, любить тех людей, которые приходят в Церковь, может быть, не всегда так бывало. Я верю, что у вас дружная Церковь, хорошая Церковь. И в жизни Моисея были некоторые моменты, на которые я хотел бы, чтобы мы могли сегодня взглянуть. Вообще сфера жизни каждого христианина, она предполагает то, что нам необходимо научиться любить абсолютно каждого человека. Я не говорю о том, что мы должны сотрудничать абсолютно с каждым человеком, но любить каждого человека таким, как он есть – вот это то, к чему призывает нас Господь. Итак, каждый вечер мы повторяем тот текст, который прочитали в первый вечер. Евангелие от Матфея, 22 глава. И мы читаем с вами с 36 по 39 текст. И вот здесь сказаны такие слова, «Когда к Иисусу Христу пришел законник и сказал, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим, сияясь первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобная и ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ну и сегодня вопрос, «Как мы можем не любить то, что любит Господь?» То есть церковь. «Как мы можем не любить того, кого любит Господь?» И вот интересно, в Евангелии от Иоанна, 13 главе 1 тексте, записаны такие слова, что перед праздником Пасхи, «И Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире и написано, до конца возлюбил их». Не осталось 0,001% какой-то неприязни. Нет, написано, до конца возлюбил их. Господь очень любит церковь свою. Что означает «любить церковь свою»? Это любит Он каждого, кто принадлежит к Божьей Церкви, кто любит Бога, кто является искренним христианином, последователем Иисуса Христа. Что ценнее, скажите, пожалуйста, здание или человек? Конечно же. Почему? Потому что, когда мы с вами изучаем Священное Писание, мы находим, Иисус предупреждал своих учеников и говорит, когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками римлян, написано, те, кто в городе, добегут в горы. И дальше Он говорит, не останется здесь камня на камне. Люди склонны к тому больше, чтобы можно было защитить имущество, обезопасить имущество, но, конечно же, ценностью является человек. Сегодня мы с вами рассмотрим историю, которая записана в Ветхом Завете. История о разбитых скрижалях в книге «Исход». Это удивительная история. Народ израильский выходит из египетского рабства. Наконец они обрели свободу. Они увидели эту свободу, но это была далеко не растительная местность, где растительности много. И вот они очутились в пустыне. Фактически это было пустынное место. И когда они вышли из египетского рабства, после того, когда войска фараона их преследовали, они очутились в ловушке. Горы были с двух сторон. Сзади была армия фараона. Впереди было море. И они были в ужасе. Они переживали. Они испытывали страх. Они испытывали тяжелое сердце. Переживали за своих детей. Как им будет здесь? И они начали даже роптать. И вот в этот момент, когда они вошли уже в воду, перешли через Красное море, когда они вышли на сушу, и в это время они увидели, как Господь уничтожил всю армию фараона. И они воспели песнь Победы. Они видели спасение Божие. Они видели, как рука Господня была с ними. Маленькие дети могли только и говорить о том, как они видели вот эту воду, как они видели там рыб, как они переходили. А потом, как сошлась эта вода, и солдаты благополучно плавали на поверхности этой воды. Но не только солдаты, и лошади тоже. Не было уже вражеской армии. Не было тех, которые преследовали уже их. И начался путь в обетованную землю. Но не только так красиво все было, как мы сейчас с вами начали рассуждать. В книге Исход 14 главе описана вот эта именно история с армией фараона. И вот когда народ израильский очутился в ловушке, они сразу же начали роптать. И сказали, «Так неужели не было гробов в Египте, что ты привел нас к этому Красному морю?» Книга Исход, 14 глава и 11 текст. В 15 главе описано, как начался ропот от того, что не было воды. Скажите, вы когда-то испытывали вот такую жажду, что вы не могли выдержать просто? Когда-то было в вашей жизни? Представьте себе, 3 миллиона человек, ну приблизительно, от 2 до 3 миллионов, так статисты говорят, что было столько людей. Были маленькие дети. Дети хотели пить воды. Была очень большая жара. И вот в это время, когда и дети, и взрослые, и старики хотят пить, дети плачут. Можете представить себе, там немало было детей. Миллион детей в один голос начинает плакать. Я думаю, что это было самое лучшее пение, которое только было когда-либо. И вот когда они плакали, и вот родители начали приходить уже к Моисею. Моисей вывел, давай воду. А Моисей где возьмет воды? И он обращается к Богу и говорит, Господи, дай воды. Но не только это было. В 16 главе и 3 тексте мы читаем, что народ начинает плакать и вспоминать, как же там было хорошо, откуда мы вышли в Египте. Скажите, когда вы переехали в Соединенные Штаты Америки, было ли время, когда вы очень тосковали по родине, потому как там хорошо было, как там было замечательно. Было у вас такое или нет? Ну, мне, да, видите, уже есть ответы. Да, очень часто бывает. Но когда возвращаемся туда, садимся в автобус, у которого отваливаются колеса, крылья по дороге, который затрамбовывает от и до, у нас все вот это где-то пропадает. Так вот, друзья, когда египтяне вышли из египетского рабства, в пустыне не было мяса. И они начинают вспоминать, а сколько там мяса было. Я вам рассказывал о том, что я в Кишиневе служил, и вы знаете, уже когда я прослужил полтора года, и вот мне попадалось время от времени баранина, когда я мог приготовить себе кушать. И вот я вот это мясо готовил, научился готовить баранину просто изумительно. Я больше ничего хорошо не умею готовить, а вот баранину очень вкусно готовил. Там специи все, которые мне были доступны в то время. Был котел замечательный, мы брали паяльную лампу, которые грели вот эту еду. И вы знаете, я до сих пор помню запах и вкус вот этой баранины, которая была вот там в армии. Но вы знаете, мне никогда не хотелось возвратиться в армию. А вот народ израильский хотел возвратиться к тем, которые их били плетками. Они не только сидели за котлами с мясом, их били плетками, их гнали, их убивали, детей бросали в реку Нилы, и так далее. То есть все это можно было возвратить и увидеть. Но нет, они плачут, мы хотим мяса. Но Бог дает им альтернативу, Он дает им манну. В 17 главе уже описано, когда снова не было воды. И снова они начинают роптать, берут камни и идут к Моисею для того, чтобы побить его камнями. Бог промолчал. И вот интересно, в книге пророка Исаия, 57 главе, в 11 тексте записаны такие слова. «Я молчал, Господь говорит, и при том долго...» Вы когда-нибудь роптали в своей жизни? Хотя бы один раз. Я верю, что мало кто ропщит, да? Но хотя бы один раз в жизни роптали? Роптали. А Бог говорит, «Я молчал, и при том долго, и ты перестал бояться меня». Книга пророка Исаии, 57 глава и 11 текст. Друзья мои, иногда в нашей жизни случаются такие моменты, когда трудности просто сдавливают нас. И мы принимаем решение сделать какие-то полулегальные, полугреховные, полуправедные делишки, чем-то их оправдать, но чтобы выйти все-таки христианином из этой ситуации. И нам кажется, все прошло. Даже не было никаких последствий. Посмотрите, что Бог говорит, «Я молчал, и при том долго, а потом человек начинает привыкать к этим делишкам, которые есть в его жизни». И написано, «Ты перестал бояться меня». Но не так бывает с Господом. Господь долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Господь дал 10 заповедей на горе Синае и рассказал об этих заповедях народу Божьему, когда они услышали, голос Божий, они упали на колени и сказали, «Господи, все, что скажешь, сделаем». Но, друзья мои, Господу нужна стабильность нашей жизни. Не просто вспышки праведности. Сегодня одна вспышка, вторая завтра и так далее. Нет. Господь хочет видеть нас праведными всегда, каждую минуту нашей жизни. И вот когда народ израильский сказал, «Все, что сказал Господь, все сделаем». И Моисей был в восторге от этого. И он видит народ, другой уже народ. И Господь говорит, «Поднимись ко мне на гору, я напишу тебе на скрижалях каменных закон, и ты дашь его народу». Многие государства столетиями вырабатывают различные законы. Не так давно я был в Таджикистане, это было три недели назад. Мы проводили там мероприятия для пасторов, для их семей проводили мероприятия. И вот вы знаете, что Таджикистан, он существует уже по минимуму три тысячи лет. Три тысячи лет. Но до сих пор у них законы просто не работают. Их нет, этих законов. А какие есть, они просто не работают. Если вы выезжаете на дорогу, вы должны смотреть, не едет ли и у вас одностороннее движение. Нужно смотреть, не едет ли кто на большой скорости навстречу вам. А потом, когда вам придется остановиться, они скажут просто, брат, мне просто очень нужно сейчас. А законы не работают. И так многие государства сегодня десятилетиями, столетиями, тысячелетиями вырабатывают законы. И представьте себе, Господь просто взял и дал. Что нравственный, что санитарный закон Господь дал, что Он дал военный закон, который должен работать. Ничего не нужно было разрабатывать. Вот так взял Конституцию и дал, чтобы они жили. И вот 31 глава книги «Исход» в 18 тексте написано «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Вот это важный момент, который сегодня нам нужно отметить. Закон Божий был написан не Моисеем первый раз и второй раз, а Богом был написан закон. И вот в 32 главе 15 и 16 текст написано «Скрижали было дело Божие и письмена начертанные на скрижалях были письмена Божьи». Вот этот сувенир, который получил Моисей из рук Божьих. И вот в это время Господь говорит Моисею, дал ему, вручил скрижали и говорит «А теперь быстренько встан». Моисей, наверное, думает, что принесу встан, вот этот сувенир покажу всему народу, потом положу его в ковчег и он там будет находиться. А Господь говорит «Нет, там проблема уже есть у этого народа. Пока ты был здесь и ты получал вот этот весь закон, народ развратился и развратился полностью». Моисей еще не знал до конца что там, но Бог говорит ему радуются, пляшут, поют. А что здесь плохого скажите? Когда народ радуется, что здесь плохого? Есть такое выражение, чем бы дитя не тешилось, дальше, лишь бы не плакало. Радуется тому, что они избранный народ Божий. Но здесь ничего плохого не было. Для Бога эти люди и для Моисея в том числе это были как дети. зрелость детей определяется поступками, совершенными во время отсутствия родителей. Зрелость народа израильского определялась тем, как они поступали во время отсутствия их пастора на месте. И вот в этот момент они сделали тельца, и вы помните эту историю. принесли жертвы, всесожжения, мирные жертвы. Представляете себе идолопоклонство и богопоклонение? И вот это всё смешалось. Всё это называется Вавилон. Смешать истину с заблуждением. Что сегодня происходит в религиозном и постмодернистском обществе? Вы знаете, что такое современное искусство? Да, я вам говорил, нет? Что такое современное искусство? Такое определение один человек сделал. Это взять холст, нарисовать красивую картину, потом взять тряпку, вытереть эту картину, картину выбросить, а тряпку продать за большие деньги. Вы согласны с таким выражением? я абсолютно. Потому что в этом мире каждый человек прав. Что он хочет, то и делаешь. Ты имеешь право на свое мнение, на то, что существует ад, что существует рай, танцы и поклонение Богу. Это все можно совместить, и это все будет красиво. И в это же время люди говорят о том, что красное вино можно употреблять. А почему и нет? Главное, чтобы не светлое было, а вот красное вино можно употреблять. Каждый по своему прав. Все дороги ведут в небо. Живи как знаешь, поступай как хочешь, однажды спасен, навеки спасен. Бог милостив. И он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но у Бога есть принципы, и он сказал, сойди, потому что пока ты пишешь закон, когда ты слушаешь этот закон, здесь на горе Синай. Народ развратился полностью, у Бога есть определенные рамки. Моисей не до конца понимал, что происходит. И в руках его скрижали вот этот сувенир, огромный сувенир, который у него был. И он бежал с этой горы, чтобы увидеть, что же там происходит в Стане. И вот когда он приблизился к Стану, исход 32-19, и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук эти каменные скрижали и разбил их. Он правильно сделал или нет? А вот тишина, да? Что бы вы сделали на месте Моисея со скрижалями, которые были в его руках? Я даже не могу сказать, что бы я сделал. Неужели нужно было нести эти скрижали, чтобы потом их разбить? Или он просто хотел продемонстрировать свое негодование, что он является вождем? Напомню, скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, письмена Божьи. А вот в своих произведениях пророчица церкви адвентистов седьмого дня написала такие слова. Моисей же, увидев идолопоклонство Израиля, так вознегодовал на позорную забывчивость иудеев и отречение от Бога, что бросил каменные скрижали и разбил их. А теперь послушайте внимательно дальше. Аарон стоял кротко рядом, перенося порицание Моисея с похвальным терпением. Так кто из них был человек Божий, Моисей или Аарон? Но Аарон сказал Моисею, так говорит 32 глава 22 текст, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный, другими словами, не шуми, остановись, зачем проявляешь вот такую дерзость? Народ был очарован прекрасно душием Аарона и возмущен грубостью Моисея, но Бог смотрит совсем не так, как человек, он не осудил пылкое, негодование Моисея, ибо оно явилось его ответом на неизменное отступление Израиля. Вот здесь Бог не осудил его, и, казалось, Бог промолчал. Но дальше самое страшное, это не разбитые скрижали, а состояние сердец избранного народа Божьего. И хотя Моисей, не знаю, как он вел себя, что у него было на сердце, он, возможно, смотрел на эти осколки и понимал, никогда их невозможно соединить. А что Бог скажет? Когда-то в детстве моя сестра очень хотела быть медсестрой, она где-то во втором классе была. И одна женщина, которая приходила в церковь, она была медсестрой. И моя сестренка, она подошла к ней и сказала, «Вы можете мне подарить шприц?» Но эта медсестра принесла ей шприц. Вы помните советские шприцы, такие большие, стеклянные, они были, молодежь уже не знает этого. Мы помним, и вот этими шприцами пользовались во всех больницах. Их кипятили, проваривали, чтобы не было никакой инфекции. Потом этим же шприцом еще 200-300, а то и тысячу человек обслуживали и так далее. И вот когда я был на 4 года старше ее, я любил в детстве все экспериментировать. Я взял этот шприц, закрыл отверстие и начинаю натягивать. Я чувствую, как пружина. И потом отпускал. Вы знаете, это такое удовольствие мне приносило. Потом я ей говорю, «Лена, посмотри, чему я научился». Я беру этот шприц при ней, закрываю отверстие, вытягиваю вот этот патрон, вытягиваю его, отпускаю, и в моих руках он лопает. Как она расплакалась, а я держу, я смотрю только трещины. Я ей говорю, «Лена, я обязательно тебе его сделаю». Ну, ей было 9 лет, ну, а мне было 12 лет. Как ты сделаешь этот шприц? Но я нашел выход. Я взял синюю изоленту и хорошо обмотал вот этот шприц. Скажите, он будет работать? Так и эти скрижали, которые Моисей разбил, он никогда уже не мог соединить. Первое, что сделал Моисей, он показал ничтожество идола, которого они ценили. 32 глава, читаем и 20 текст. Следующие слова читаем. «И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Он показал, вот этот ваш Бог, на которого вы надеетесь, он никогда не принесет вам благословений. Друзья мои, никогда деньги не принесут счастье в семью. Это расходный материал, который мы должны беречь. Естественно, и у народа израильского было золото, которое они берегли, но они не направляли вот эти свои сокровища в правильное русло. Никогда география не решает вопросы счастья в нашей жизни. Никогда финансовое положение не решает вопросы счастья в нашей жизни так же. Второе, что сделал Моисей, это он произвел дезинфекцию. золотая вода, как говорят среди врачей, это мощный иммуностимулятор, который способен улучшить умственную деятельность, усилить жизненный тонус, также средства это приводит в норму сердечную деятельность. Вода и золото это также мощный антидепрессант, поэтому если депрессия наступает, сотрите свое золото и выпейте его, гораздо больше будет пользы. Народ готов вкладывать средства в то, что не насыщает. А какая задача дьявола? Это ударить по экономической части верующих людей. Его задача была разорить народ израильский, поэтому все снесли свое золото, которое у них было, и сделали вот этого тельца. И народ молча смотрел, как натирает Моисей золото в воду и будет давать им пить. И вот задача дьявола это подменить истинную радость, которая может быть в нашей жизни. И от чего эта радость происходит? Задача дьявола это уничтожить экономику семьи, уничтожить экономику страны, подменить истинную радость временными низменными какими-то развлечениями. Задача его также состоит в том, чтобы разрушить здоровье таким, подменой такого понятия, как любовь, потому что там, во время этих плясок, это были оргии, которые они наблюдали в Египте, и они вспомнили вот ту всю радость. Но наутро уже возможно были разбитые семьи, осиротевшие дети. Это все разрушило отношения с Богом. Иисус Христос говорил, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имелись избытком. Проблема у них была, что закон у них был только на скрижалях, но не в сердце. Закон Божий не приносил им радости. Закон Божий не приносил им счастья, потому что они видели только тяжесть. И они говорят, вот туда в Египет котлам с мясом, так же, чтобы мы там ели дыни, чеснок, лук репчатый. Помните, они говорили это? Вот это у них радость была, когда они достаточно сыты. Очень часто люди готовы жертвовать, вкладывать, туда, что не насыщает. И оттуда они получали радость. Был телец, была радость. Вы понимаете, что на шутках и на анекдотах к счастью никогда и радость не построишь. Остался только закон, и то разбитый, исчезла радость. Часто люди измеряют радость количеством лошадиных сил автомобиля и при этом разрушающейся в это же время разрушающейся семьи. Часто радость измеряется приобретением какой-то техники, возможно, бытовой техники, но в это же время нет взаимоотношений с детьми, нет общения в семье, нет отношений. Не в айпадах, не в айфонах радость. Мы ищем причину для радости, что-то приобретаем, и вот эта радость, какая-то мгновенная, комфорт, новый дизайн, как будто радость, это всё исчезает, друзья мои, если нету Бога в жизни и в сердце. Соблюдение правосудия, говорит книга притчей 21 глава 15 текст, соблюдение правосудия, это радость для праведника и страх для делающих зло. Книга пророка Исаия 58 глава 13 текст, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, будешь проводить это время с семьёй, будешь проводить время в церкви друг с другом, то Господь говорит, то ты будешь иметь радость в Господе, вот отчего зависит радость, не от того, что есть в этом мире, что насаждает человечество, но то, что Господь даёт. Вы помните такого человека, как Давид, он в жизни своей достиг очень многого, построил дом, имел семью, детей, богатство, овладев преступным путём чужой женой, он потерял этот мир и радость. в конце концов, он думал, что избавился от своего соперника, убил его на войне и думал, что будет счастливым, но это была всего лишь иллюзия. И вот Давид, когда испытал вот эту депрессию в своей жизни, которая, как камень, раздавливала его, и он понимал, что делает неправильно, и он в книге Псалтырь, 50-й главе, он пишет такие слова и просит Господа со слезами на глазах, возврати, Господи, мне вот эту радость, которая когда-то у меня была, когда я в храм твой ходил, когда я склонялся перед тобой, когда молился перед тобой, у меня, Господи, была эта радость, исчезла она только по одной причине, что сделал грех, и никто об этом не знал. И написано, возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Это одна сторона, о чем мы говорили, это о народе Божьем. И Моисей, был ли прав, что он разбил эти скрижали? Когда закончилась эта вся эйфория и наслаждение в народе израильском, Бог дает повеление Моисею. 34-я глава, и первый текст. «И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные». Вы можете представить себе вот эту искусную Божью работу, когда над каждым квадратным сантиметром этих скрижалей, когда Господь работал над ней, чтобы вычистить, чтобы все было изумительно сделано. и на кустарную работу посмотреть Моисея, когда инструментов не было, когда идеальной формы он не мог сделать, но Господь сказал, а теперь Моисей придется скрижали делать самому. И вытесал Моисей эти скрижали две каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору сена». Я себя ставлю на место Моисея. Мне лично стыдно было бы идти на встречу с Богом, с этими скрижалями, которые он вытесал. Мы не знаем, сколько раз он вытесывал их, может быть, с первого раза получилось, но это было все-таки долго. Друзья мои, что бы мы ни делали в своей жизни, за свои поступки нужно отвечать. Все это происходило в народе Божьем. Народ Божий поступил неверно, Моисей взял, разбил скрижали, а теперь нужно было все восстанавливать. Каждую ошибку нужно брать и восстанавливать. Моисей сделал ошибку, ему нужно было восстанавливать это все. Это было нелегко, и Бог говорит, ты принеси, а я напишу скрижали, на скрижалях закон. тесать скрижали жизненных обстоятельств. Друзья мои, это не наказание, а преимущество, потому что тогда рождаются псалмы. Не пытайтесь писать закон Божий самостоятельно на скрижалях своей жизни. Представьте это, дело Богу, пусть Он это сделает. И только Бог может написать, но в условиях греха тесать придется нам. Где-то когда-то пропустили молитву, и нам кажется, ничего страшного, завтра помолюсь, а завтра сделали еще какую-то ошибку. Мы думаем, в чем дело? Что произошло? Друзья мои, когда у нас прерывается отношение с Богом, тогда начинаются проблемы в жизни. Только Бог может написать скрижали. Тешите скрижали вашей жизни с песней на устах. Иногда, друзья мои, это тяжело, иногда это больно, но помните, ничего в этой жизни не может принести нам радость, чем отношение с нашим Богом. Псалмы Давида, которые он написал, написал в условиях греха, страданий, болезни, изгнания, но он всегда был близок к своему Господу. Господь идет, осколки поднимая, разбитых и разрушенных сердец. Он тихой поступью так бережно ступает, как своему ребенку любящий отец. Сейчас мы будем слушать это произведение, песнь, замечательные слова, которые исполнит Алла. И мы послушаем, как Господь, друзья мои, как Он милостив и как Он благ, как Он близок к каждому из нас. Независимо от того, что происходит в нашей жизни, Господь делает все возможное для того, чтобы если жизнь разбита, если страдания есть, если какие-то болезни, когда мы не можем соединить свою жизнь, тогда Господь берется за дело. Субтитры Господь идёт осколки, поднимая разбитых и разрушенных сердец. Субтитры Идти Он всё во всём и вечностью Он дышит, чтоб нам Его убедить, за Ним идти. Идти. Но мы порой его не замечая проходим мимо боль боль свою несём. Всё ценное на пути роняем, и сердце там теряем мы своём. Бог здесь, Его шаги я слышу. Он наклоняет небеса, чтобы к нам сойти. Он всё во всём и вечностью дышит, чтоб нам увидеть Его, за Ним идти. Остановись, чтоб пропасть не сорваться. Пусть солнце правды твое растопит лёд. Он руку протянул, чтоб ты держался, услышь, как голос неба тебя к себе зовёт. Бог здесь, Его шаги я слышу. Он наклоняет небеса, чтобы к нам сойти. Он всё во всём и вечностью дышит, чтоб нам увидеть Его, за Ним идти. идти. Аминь. Спасибо большое. Действительно, Господь даже готов небо наклонить, чтобы нам помочь. Он простил народ израильский. И Он простил и Моисея. Независимо от того, что одни впали, видало поклонство, но это была Церковь Божия. А другой, который был лидером, Он разбил скрижали. Летом 1796 года Бетховен переболел тяжёлой формой тифа. И у него появились проблемы со слухом. Вы можете представить себе композитор и без слуха. В возрасте 40 лет он полностью оглох. И глухоту Бетховена начали замечать окружающие люди и его самые близкие друзья вначале. И первым оказался его приятель Рис. в 1802 году они вместе гуляли с композитором в окрестностях села недалеко от Вены. И Рис обратил внимание Бетховена, как кто-то играл красивую мелодию на флейте. Бетховен прислушивался, но не мог услышать. Он напрягал весь свой слух, но не мог услышать. Когда в Вене ставили оперу Фиделио, друг композитора Шидлер писал, Бетховен пожелал на генеральной репетиции дирижировать сам. Начиная с дуэта в первом акте, стало ясно, что Бетховен ровно ничего не слышит. Маэстро либо замедлял ритм, либо бежал вперед, и происходило замешательство постоянное в оркестре. Умлауф, который обычно дирижировал оркестром, предложил на минуточку приостановить эту репетицию, и через несколько минут они уже возобновили ее но было все невозможно. Как Бетховену можно дать понять и сказать Бетховен, ты абсолютно ничего не слышишь, у тебя ничего не получается, уйди, бедный калека, ты не можешь дирижировать. Бетховен озирался направо и налево, но он ничего не мог понять, что происходило, и вот в конце концов, Шиндлер подал ему записку, где было написано «Умоляю вас, не продолжайте, позже объясню почему». Композитор опрометью бросился, чтобы бежать из этого зала. Дома он в изнеможении упал на свою подушку и начал плакать. И он говорил, почему так? Что происходит? Бетховен был ранен в самое сердце, потому что там он слышал музыку, но он не мог ее воспроизвести. Но он не был бы самим собой, если бы не взял реванш у этого несчастья. Спустя два года он дирижировал своей девятой симфонией. И не потому, что он стал слышать. По окончании вот этого, когда завершилось это произведение, раздались овации. Композитор, стоя спиной к залу, ничего не мог понять, что происходит. Но вся публика, которая находилась в зале, они поднялись и аплодировали. В 1806 году он пишет самому себе. Он пишет, «Пусть твоя глухота не будет более тайной, даже в искусстве». Почти все самое замечательное он написал, когда был абсолютно глухим человеком. И вот тогда появляется лучшее произведение его жизни. Это лунная соната. пятая симфония и также где он выражает свою борьбу с судьбой. К 1814 году он полностью оглох. Настолько, что перестал воспринимать звуки. С людьми он общался благодаря разговорных табличек и тетради. Вершиной написания за два года до смерти у него была эпическая девятая симфония, которая заканчивалась к радости, которая начиналась трагически, но закончилась светлыми образами. А самое главное, он был убежден, что создан для работы, которая не по плечу другим. Гораздо легче тесать скрижали, нежели изменить свое сердце. Поэтому Давид и молится, Господи, вот этой трагедии, которая произошла в моей жизни, внутренней трагедии, душевной трагедии, сотвори во мне новое чистое сердце, чтобы я продолжал любить народ и чтобы народ продолжал любить меня. Иногда в нашей жизни, дорогие друзья, бывают моменты, когда скрижали нашей жизни разбиты и невозможно уже собрать эти осколки. Продолжайте тесать скрижали вашей жизни, ваших отношений, и Господь готов будет написать на этих каменных скрижалях наших, нашей жизни, нашего сердца свой закон. Это будет лучшее, что сделает наш Господь. В книге раннее произведение записаны такие слова. Когда мы будем уже в вечности, друзья мои, когда мы пройдем этот путь страданий, путь переживаний, иногда скорби, иногда трагедии, мы будем в вечности. Вот там мы встретим нашего Господа, который помогает нам всю жизнь, каждый день соединять эти разбитые скрижали жизни. Храм поддерживался семью столпами, записанного в книге раннее произведение, оклитыми из прозрачного золота и инкрустированными самыми изысканными жемчужинами. Там каменные скрижали, на которых с золотыми буквами были высечены, как вы думаете, что? имена 144 тысяч. Там может быть вписано и ваше имя. Не опускайте никогда руки, когда дьявол благодаря жизненным обстоятельствам бьет вас. Не опускайте руки, когда что-то происходит в нашей жизни. Давайте будем продолжать молиться. Не теряйте надежду. боритесь с грехом, и на небесных скрижалях будет высечено и ваше имя. Желаете ли вы, чтобы там на небесах в книге жизни и на этих каменных скрижалях победителей было высечено и ваше имя? Если вы желаете, пройдите вперед, и мы вместе помолимся с вами. Будем бороться в этой жизни, друзья мои. будем стремиться к тому, чтобы Господь дал нам силы, и будем просить Его, чтобы Господь дал нам силы быть с Ним в вечности. Эта жизнь, она суровая. Жизнь преподносит нам каждый день непонятные сюрпризы. Но помните, что Господь готов поддерживать каждого из вас. какая бы поломанная судьба ни была, какая бы поломанная жизнь ни была бы. Друзья мои, Господь готов быть на вашей стороне и соединять скрижали вашей жизни. Дорогой и праведный Боже наш, мы благодарны тебе за историю, которая записана в Священном Писании о разбитых скрижалях. Иногда Господи нам приходится тесать скрижали нашей жизни в тяжелых условиях, плохими инструментами, когда Господи мы вынуждены менять то, что произошло в нашей жизни. Но Господи мы очень просим Тебя, чтобы Ты написал Свой закон в наших сердцах. Больше Господи просим Тебя, напиши пожалуйста наши имена на небесных скрижали и благослови нас в этой жизни. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.